Василий Прутяну – житель молдавского села Бульбуака. Шофёр с почти 20-летним стажем говорит, что за несколько месяцев весь район буквально преобразился. Ведь именно здесь, 1 июня, пройдёт саммит Европейского политического сообщества. «Очень хорошо. Вот, направо и налево всё новая дорога». В общей сложности на ремонт дорог в районе Анининой, что в центральной части Молдовы выделили около 10 миллионов евро. До саммита остались считанные дни, но работы ещё хватает. На железнодорожной станции Бульбуака, на которой обычно работают всего 9 человек, готовится принять порядка 800 журналистов. В самом же селе живут около 5000 человек, а гостей, ожидается, будет не меньше 2000. Власти страны также планируют закрыть воздушное пространство Молдовы в целях безопасности. «Визитной карточкой Молдовы всегда было вино, поэтому и место для саммита выбрали весьма символичное. На один день центром Европы станет замок винодельня в селе Бульбака, что в 35 километрах от Кишинёва». Правда, бюджетные траты на организацию встречи пока держатся в тайне, как говорят власти, во избежание актов саботажа. Цифры обещали озвучить уже после саммита. На винодельне, экспортирующей большую часть своей продукции в ЕС, считают, что от мероприятия выиграет вся страна. Политический комментатор Виктор Чубану считает, что эпохальных решений на встрече ожидать не стоит. Но само мероприятие служит сигналом для жителей и властей страны о беспрецедентной открытости Евросоюза. «Это очередной шаг приближения к Евросоюзу. И мы уже находимся в предбаннике Евросоюза. Поэтому вот такой формат. И мы можем гордиться, с другой стороны, что все флаги в гости к нам». Стоит отметить, что Молдова вместе с Украиной получила статус кандидата в ЕС летом прошлого года. Этот саммит проходит на фоне войны в Украине и непростой обстановки в Приднестровье. Эксперт считает, что для Молдовы это исторический момент. По словам Виктора Чубану, территория, считавшаяся так называемой «зоной жизненно важных интересов России», по сути, выходит из-под ее влияния. «Планы всегда были. Другой вопрос, что планы эти не состоялись, и слава богу, и уже понятно, ресурсов у России больше нет. Войну она уже однозначно уже проиграла. Вопрос только во времени, когда закончится освобождение украинских территорий. Поэтому Россия использует традиционные свои варианты присутствия в постсоветских странах. Это задействование агентов влияния Кремля и попытки дестабилизации». Между тем, водитель микроавтобуса Василий Прутяну уверен – хороший прием, инвестиция в лучшую жизнь. «Мы очень рады, что живем и работаем в селе Бульбака, в котором пройдет саммит, важный для будущего Молдовы». Под будущим Василий подразумевает вступление Молдовы в ЕС. Однако, когда именно это произойдет, затрудняются сказать как политики, так и эксперты. Ясно одно – на это уйдет несколько лет.